Продолжение следует... Ну, как всегда, мы с вами начинаем с того, что не предполагалось, а во многом стало следствием вопросов, которые были в конце прошлой лекции. В частности, было спрошено по поводу объема и природы помощи, которую Монгольская народная республика оказала Советскому Союзу во время Второй мировой войны. И вот выглядит это так, что, значит, Монголия передала Советскому Союзу 700 тысяч голов крупного рогатого скота, почти 5 миллионов голов мелкого рогатого скота, 400 тысяч лошадей. Это было в основном в обмен на промышленные товары, хотя параллельно Монголия, как могла, пыталась сократить импорт, значит, для того, чтобы сбалансировать бюджет. Также безвозмездная помощь, которая была передана Монголии и Советскому Союзу, оценивалась примерно в 65 миллионов тугриков. Это не очень легко перевести, но, например, в 1925 году, когда тугрики, собственно, были введены, они были введены из расчета 1 к 1 к советскому рублю и, значит, стоили 18 грамм серебра. Так или иначе, для Монголии, в которой, как мы с вами помним, было взрослого населения полмиллиона человек, конечно, сумма в 65 миллионов, предположим, рублей была серьезная. Также монголами передавали Советскому Союзу деньги, одежда, собраны средства на танковую колонну и самолетную эскадрилью. И параллельно примерно 50% бюджета страны в течение нескольких лет уходило по советским рекомендациям настоятельно на усиление армии, которая, естественно, была нужна на случай того, если придется воевать с Японией. И армия выросла монгольской за это время в 3-4 раза. Советский Союз помогал оружием, но много чего приходилось делать, собственно, самой Монголии. Ну, это не очень важно, но поскольку было спрошено, то пожалуйста. Однако во время моих раздумий в эту сторону я понял, что вопрос этот был очень полезный, потому что, если бы не он, то я, возможно, забыл бы про еще один такой кусочек окраинный, раз мы с вами говорим про судьбу окраин, который до этого мне в голову не приходил. Тем не менее, рассказать про него нужно еще один кусочек некогда Цинской империи, а именно Тува. Собственно говоря, Тува – это северо-западная часть, такой северо-западный угол монгольских степей, прежде всего Гористы, это верховье Енисея. В первой половине XVIII века Тува или Уренхай входил в состав Джунгарского ханства, и даже по Кяхтинскому договору 1727 года Цинская граница, то есть пограничные караулы проходили южнее Тувы, по горам Тан-Ноула, а не по Саянам, где, собственно, проходит северная граница Уренхая. Что, кстати, долго было, в частности, основанием считать, что Тува была неким спорным или не вполне цинской территорией. Но это связано, скорее всего, с тем, что на тот момент еще Джунгары не были окончательно уничтожены. В середине XVIII века, там с 1755 по 1759, эта территория вошла в состав Цинской империи. Она входила в состав Аймака Тан-Ноу-Ренхай в подчинении улицу Тайского амбаня, который, впрочем, ни разу в Туве не был. Туда был запрещен въезд китайским купцам, и в целом тувинцы во многом жили сами по себе. Власть в основном находилась в руках главного князя, которого звали Амбань-Найон. В середине XVIII века, собственно, еще джунгарского времени, тувинцы попали под сильное монгольское влияние, как лингвистическое, так и религиозное. Очень распространился буддизм, хотя сохранял свои позиции шаманизм. К XIX веку западные тувинцы, на которых приходилось примерно 80% населения, были кочевниками, восточные – оленеводами и охотниками на оленя. В 1883-1884 в долине реки Хемчик вспыхнуло восстание 60 богатырей. Алдан Маадыр, в честь него сейчас назван главный музей в Кызыле. Оно было подавлено в ноябре 1884-го, и в марте 1885-го 43 участника были казнены в Улясутае. С 1860-го года по Пекинскому договору в Туве было разрешено селиться русским, если они не строят капитальных строений, но это системно нарушалось. И к концу 60-х годов XIX века в Уренхае было 16 русских факторий. Практически они были монополистами в торговле, поскольку, естественно, своего производства в Туве почти не было. Из Китая, как я уже сказал выше, въезд к купцам был запрещен. При этом, несмотря на очень выгодные условия торговли, путь через Саяны был довольно тяжелым, поэтому даже к 1885 году, летом, когда торговля была в разгаре, приезжало не более 50 русских купцов, остальные не решались. Значительную часть русских поселенцев составляли старообрядцы, которые искали такую легендарную страну-беловодье, в которой им будет спокойно. Многие из них для этого пришли на Алтай, многие из них пошли дальше и, собственно, осели в Туве. В 1864 году вопрос о принадлежности Тувы поднимался на переговорах в Чугучаке. В 1885 году русская сторона настаивала на том, что это не вполне цинская территория и можно оформить какой-то русский протекторат или совместное управление, но маньчжурская сторона на это не согласилась, в итоге к согласию так и не пришли. В 1878 году на востоке Тувы было найдено золото, что, естественно, сильно увеличило ценность этих территорий в глазах русского правительства. В 1885 году иркутский губернатор разрешил селиться в Туве крестьян. Сам факт того, что он принимал такое решение, говорит о том, что он мог это сделать. В 1886 году в Усинске, это сейчас села Верхнеусинское и Нижнеусинское в Красноярском крае, был учрежден пост пограничного чиновника, который был ответственен за отношения с Уренхаем, выдачу паспортов для пересечения границы и защиту там русских интересов. Практически, в общем-то, этот чиновник осуществлял такое правительство управления краем, по крайней мере, его русскими жителями. В его виде находилось их налогообложение, порядок, чтобы они не нарушали суд, в случае, если они на что-нибудь сотворят. В общем, это похоже на права консулов западных держав в каких-нибудь прибрежных городах Китая как раз в то же самое время. В начале XX века ситуация в Туве несколько ухудшилась, поскольку из-за слишком активной охоты уменьшилось количество пушного зверя, особенно белок, которые до этого составляли основу, собственно говоря, торговли. То есть русские товары выменивались на пушнину, и в итоге это привело к тому, что многие тувинцы, которые были в долгу у русских купцов, стали разоряться, и это все вызвало некоторое, естественно, напряжение. В 1902 году для того, чтобы не потерять территорию и разрушить монополию русских купцов, китайское правительство разрешило, наконец, китайским купцам здесь торговать. И к 1910 году уже было открыто 30 лавок, поскольку китайцы торговали довольно агрессивно, давали кредиты, привозили что-то дешевле, чем русские и так далее, то они захватили довольно значительную часть рынка, и, может быть, это имело бы какое-то продолжение, но, как мы с вами помним, 1 декабря 1911 года Монголия провозгласила свою автономию, соответственно, Уринхай оказался отрезанным от остальной территории Цинской империи, поэтому уже во второй половине декабря тувинцы разграбили китайские лавки при попустительстве, естественно, русских. Некоторые говорят, что в этот момент даже была провозглашена Уринхайская республика, но даже если это и так, это было, конечно, все сугубо на бумаге, князья части хашунов подали петицию о включении Тувы в состав автономной Монголии, это во многом было связано с подчинением церкви, потому что Камбы Лама, который был главой буддийской церкви Уринхая, подчинялся Багдо Гагену, но Амбайн Айон Гамбадаржу, который вроде как возглавлял эту Уринхайскую республику, подал в Усинск прошение о том, чтобы Уринхай был включен в состав России. В 2012 году для защиты русских поселенцев на территории Уринхая были введены войска. После Синьхайской революции в Китае петиции о приеме в состав России повторялись и становились все более многочисленными. В итоге кончилось тем, что часть Уринхая, а именно Хавсгол и Дархат, остались в Монголии. Остальные пять хашунов, которых, значит, скоро стало семь, де-факто вошли в состав России, причем это было оформлено довольно забавно. На записке министра иностранных дел Сазонова 17 апреля 1914 года о том, что хорошо бы принять Уринхай под покровительство, Николай II написал, не возражаю. Собственно говоря, на этом все закончено. И других документов, насколько я знаю, не подписывалось и не объявлялось. Соответственно, был создан Уринхайский край в составе Енисейской губернии под управлением иркутского генерал-губернатора. Была изгнана часть промонгольски настроенных князей и высших лам. Несколько увеличилось русское население. К 1914 году она составляла от 4 до 9 тысяч человек, по разным данным. И началось строительство столицы, собственно, первого города-края, который назывался Белоцарск. При этом во многом русские чиновники по-прежнему управляли только русскими, а тувинцы жили, как и раньше, под властью собственных князей. И с русскими властями контакты имели не слишком часто. После революции в марте 1918 года четвертым съездом русского населения края была провозглашена советская власть. А в июне на совместном совещании Пятого съезда русского населения края и съезда тувинцев был принят договор о самоопределении Тувы. Белоцарск был переименован Хем-Белдир. Это значит слияние Белдир. Би-Хема и Ка-Хема. Это значит большой и малый енисей. Но уже в июле 1918 года советская власть пала. И четвертый краевой съезд объявил о поддержке Временного сибирского правительства. Летом 1918 года в край приехали китайские представители, которые напомнили о том, что вообще-то этой китайской территории предложили переговоры о условиях возвращения. Для сохранения власти в регионе Временное сибирское правительство в октябре 1918 даже прислало сотню из Третьего сибирского казачьего полка, которая была расквартирована в этом самом Хем-Белдире. В марте 1919 года за пребывание в составе России высказался глава буддийской церкви Камбы Лама, несмотря на то, что он подчинялся Багдогогену в Урге. Тем не менее, в регион вошли китайские и монгольские отряды, которые заняли юг и юго-запад Тувы. Весной 1919 года начались антирусские волнения. Тувинцы жгли фактории, и казачьи сотне пришлось, чтобы, значит, не быть уничтожены, из региона уйти. 14 июня в Туву пришли красные партизаны Петра Щетинкина и Александр Кравченко, которые отступали из Каннского и Красноярского уездов под давлением белых. 18 июля они заняли столицу, но вскоре также были вынуждены уйти дальше по своим партизанским делам. В итоге, с февраля 1920 года Туву контролировал китайский отряд, был даже назначен губернатор. В сентябре 1920 года китайско-тувинско-белогвардейский отряд напал на делегацию 10-го съезда русского населения края, который незадолго до этого опять принял решение об установлении в Туве советской власти. И это нападение стало поводом для того, чтобы обратиться за помощью к Советской России. 20 ноября 1921 года в Туву были введены подразделения 352-го стрелкового полка, и к июню 1921-го китайцы были из региона вытеснены. Но здесь не очень понятно, что сыграло большую роль, то ли введение советских войск, то ли то, что, как мы с вами помним, в июне красные взяли Ургу, и, соответственно, опять Китай потерял Монголь. Здесь, собственно, даже, видим, больше должна была сыграть роль не то, что в июне красные взяли Ургу, а то, что весной Ургу взял Унгерн. И, соответственно, помощи было ждать особо неоткуда. Летом 1921 года ушел и монгольский отряд. В итоге в августе 1921 года прошел все Тувинский учредительный съезд, и 14 августа была провозглашена народная, ну, то есть, вернее, аратская. Араты – это и в монгольском, и в тувинском такие бедняки-кочевники. То есть, бедняцкая республика Танно-Тува. С 1926 года она стала называться Тувинской народной республикой. Площадь этой республики была 168 600 квадратных километров. Население к 1926 году составляло 58 тысяч тувинцев и 12 тысяч русских. К 1923 году с территории республики были выведены советские войска. В 1925 году был подписан договор о дружбе с Советским Союзом. Советский Союз признал Туву еще в 1924 году, но решение это так нигде, по-моему, не было опубликовано, на всякий случай, чтобы не раздражать Китай, с которым в это время, как мы помним, Советский Союз пытался наладить, значит, восстановить дипломатические отношения, поэтому это было оставлено как бы за скобками. Столица в 1926 году была переименована в Кызыл, что значит «красный». Монголия признала Туву только в 1926 году под некоторым давлением Советского Союза. Надо сказать, что не только в Монголии, но и в Советском Союзе довольно много тех, кто вообще об этом думал, считал, что лучше было бы Туву отдать Монголии, чтобы не плодить сущности, но сделано этого не было. Первым главой государства в 1921 году стал Монгуш Буян-Бадыргы. Вот это вот справа его портрет, а слева это современный Тувинский орден Буян-Бадыргы, который, как видите, тоже сделан ровно с этой фотографии. Видимо, других, собственно говоря, и нет. Он родился в 1892 году и воспитывался дядей, который был наедом Химчикского до Кужуна. Дядя его боролся с русским влиянием. В итоге в Усинске его вроде как отравили на переговорах. Монгуш наследовал дяди в возрасте 16 лет, был хорошо образован, говорил на китайском, тибетском, монгольском и русском, и был в числе тех, кто как раз подписывал петиции о включении Тувы в состав России. Еще до учредительного съезда в 1921 году именно Буян-Бадыргы был разработан проект Конституции Тувы. И, собственно, он и возглавил это государство. В 1924 году вспыхнул довольно крупный химчикский мятеж. Во многом из-за высоких налогов и вообще тяжелого экономического положения государства. Он был с трудом подавлен, после чего из Москвы была прислана специальная комиссия, которая невысоко оценила качество управления Тувой. Было отмечено, что как в партии, так и в правительстве огромное количество бывших феодалов и лам. И здесь, конечно, под бывшим феодалом, очевидно, имелся в виду сам Буян-Бадыргы. И было рекомендовано вообще все это как-то оздоровить классово и вообще в целом сделать из этого какое-то более социалистически выглядящее государство. Тем не менее, в 1926-1927 годах Буян-Бадыргы по советской протекции занимал пост первого секретаря Тувинской народно-революционной партии, которая была основана в 1921 году, и затем был министром финансов. В 1929 году в Туву из Москвы вернулся Солчак Така, который родился в 1901 году и с 1925 по 1929 учился в Коммунистическом университете трудящихся Востока. Было отправлено 10 человек. Как раз это было сделано после того, как эта комиссия приехала разбирать результаты химчикского мятежа. То в частности для оздоровления руководства было выбрано 10 тувинцев, которые были отправлены в Москву учиться. И вот Солчак Така вместе с еще четырьмя был в 1929 году назначен чрезвычайными комиссарами по Туве. И, собственно говоря, им было велено оздоровить ситуацию. А также провести коллективизацию, покончить с религией и кочевничеством заодно тоже. В итоге в ноябре 1929 Така, которому было 28 лет, стал секретарем Тувинской народно-революционной партии, министром культуры. И на том же съезде Буямбадыргы был арестован вместе с главой правительства Дандуком Кауларом, который был бывшим ламой. И, как и Буямбадыргы, в частности считал, что буддизм должен все-таки занимать какое-то место в государстве, поскольку это важная часть собственно тувинской культуры. В 1932 году они оба были расстреляны. А Солчак Така, вот это немножко более поздняя его фотография, в 1932 году стал генеральным секретарем Тувинской народно-революционной партии. Любопытно, что с 1929 по 1932 этот пост занимал выходец из батраков Иргит Шагдержаб, который в 1932 году был признан больным, до 1941 года лечился в СССР, а потом вернулся и был сразу лишен всех званий, изгнан из партии, умер в полной безвестности в 1959 году. Под руководством Солчака Така в 1930-1931 годах была проведена коллективизация и чистка монастырей. Буддийское духовенство в результате было практически полностью уничтожено. Если в 1929 году в республике было 4000 лам и 25 монастырей, то к 1931 году остался один монастырь и 15 лам, а в 1940 годах был закрыт и он. И, собственно, уцелело, по-моему, 3 или 4 человека, которые там по пахашунам, значит, подпольно какие-то проводили обряды. Интересно, что в 1971 году в пещере у села Кунгуртук был найден полный 108-томный ганжур, это, значит, буддийский канон, который ургинского издания начала XX века, который, видимо, в это время как раз был спрятан и, в общем, уцелел, действительно, он хранится сейчас в Кызыле. В 1930 году в результате всех этих репрессий вспыхнул химчикский мятеж, но его удалось подавить. И коллективизация также была худо-бедно проведена, хотя посадить на землю тувинских кочевников так и не удалось. На 1931 год 82% населения все равно по статистике кочевали. В 1937-1938 году в Туве прошел большой террор. Были расстреляны многие руководители государств. Например, только 16 октября 1938 года были расстреляны премьер-министр, министр иностранных дел, председатель одной из палат Хурала, председатель Тувинского банка, прокурор, министр торговли. Тогда же во время чистки из партии вычищена примерно половина членов. Всего во время репрессий арестовано 1286 человек, о ком, собственно, есть какие-то данные. В 1994 году в районе аэропорта Кызылы было найдено место массового захоронения. С 1935 года Тувинская народно-революционная партия вошла в Коминтерн как сочувствующая партия, а в 1941 году была принята новая программа, новый устав партии, который делал ее практически калькой в ЭКПБ. Там даже устав был просто списан. Для того, чтобы понять степень независимости, можно учесть, что журнал, который издавала Тувинская народно-революционная партия, назывался под знамением Ленина-Сталина. То есть, значит, никаких вариантов там не было. Любопытно, что к этому времени, собственно, республика стала уже почти совсем-совсем такой советской во всех отношениях. И, насколько я знаю, органы госбезопасности в основном были сформированы из русских, часто присланных из Советского Союза. С 1940 года главой Тувинской народной республики стала жена Салчака Така, Хертек Анчима, также выпускница Коммунистического университета Трудящегося Востока. В 1932 году было подписано соглашение с Монголией, которая была вынуждена уступить Туве и некоторой территории, в том числе довольно важные соляные шахты Дуздага. Отношения были напряженными, и Монголия требовала пересмотра соглашений вплоть до 1944 года. И частично эти спорные территории потом были переданы Монголии в 1961. 22 июня 1941 Тува заявила о своем участии в борьбе с Германией. СССР был передан золотой запас республике, около 30 миллионов рублей. С июня 1941 по октябрь 1944 Тува поставила Красной Армии 700 тысяч голов скота, из них 650 тысяч безвозмездно, 50 тысяч лошадей, 52 тысячи пар лыж, 12 тысяч полушубков, 15 тысяч пар валенков, 70 тысяч тонн шерсти, мясо, телеги, сани, упряжь. Значит, собрали денег на танки, самолеты. Всего это было на сумму 66,5 миллионов рублей, то есть примерно эквивалентно тому, что сдала Монголия, но Монголия в 10 раз больше. И 90% этого было передано в дар безвозмездно. С 1942 года в Красную Армию принимали добровольцев из Тувы. Еще раньше была начата мобилизация местного русского населения. Всего до 8 тысяч жителей Тувы подслужили во время Великой Отечественной войны. В 1943 году был для тувинского языка введен кириллический алфавит. Латинский функционировал с 1930 года. И, наконец, 17 августа 1944 года Малый Хурал принял декларацию о вхождении Тувы в состав СССР. 11 октября Верховный Совет Советского Союза удовлетворил этого ходатайства. Я так понимаю, что во многом это было вызвано тем, что экономика республики была полностью уничтожена вот этой массивной помощью Советскому Союзу. И дальше все равно отдельно существовать она бы, видимо, не смогла бы. 14 октября Тува вошла в состав Советского Союза, была преобразована в Тувинскую автономную область в составе РСФСР. В 1961 году получила статус автономной республики, тоже в составе РСФСР. Солчак Така стал первым секретарем обкома. Занимал этот пост до своей смерти в 1973 году. В 1971-м даже приняли, наконец, ЦК КПСС. А его жена Херте Кончима до 1972 года была его заместителем и умерла в итоге в 2008 году. Совершенно вот буквально совсем недавно. Учитывая, что именно ее подпись стояла под просьбой о принятии... Она была формально главой государства, да, ее подпись стояла под подказательством о принятии Тувы в состав Советского Союза 1944 года, то это, конечно, удивительно, насколько в 20 веке жизнь человека длиннее всяких исторических эпох. Из 6807 членов Тувинской Народно-революционной партии в ВКПБ было принято только 4000. Это было не автоматически, а дело каждого рассматривалось. Остальным было отказано из-за неправильного социального происхождения, наличия лишней собственности, опрессированных родственников и так далее. На 1944 год в Туве жило 81 100 туинцев и 14 300 русских. Что касается Китая, то любопытно, что ни Китайская Республика, ни Китайская Народная Республика никогда не декларировали отказа от суверенитета территории Уренхайского края. И хотя сейчас, естественно, на всяких картах все это отмечается как территория России, но кроме декларации о том, что, например, нет претензий к территориальной целостности, вот никакого специального, в отличие от, например, Монголии, которую Китайская Республика, как мы с вами в прошлый раз говорили, признала все-таки в начале 2000-х, здесь ничего такого сделано не было, причем ни Китайская Республика, ни Китайская Народная Республика, что, в общем, на мой взгляд, довольно любопытно и полезно знать. Теперь, поговорив про Туву, о которой мы даже не собирались говорить в прошлый раз, мы можем с чистой совестью идти дальше. И у нас осталась еще одна очень интересная территория, которую нужно разобрать, прежде чем вернуться к китайской истории, это Тибет. Мы с вами бросили Тибет в начале 20-го века, когда с подписанием русско-британской конвенции 307-го года закончилась за него борьба. В этом закончилась большая игра, и в частности для Тибета это значило, что и Россия, и Британия признавали то, что он принадлежит Китаю, и обязывались ни те, ни другие никаких поползновений в Тибете не делать и свое влияние там никак не увеличивать. В итоге, в 1909 году 13-й Далай-Лам от Хуптэнгьяццо, который до этого скрывался в Урге, вернулся в Алхасу, однако ненадолго, поскольку еще до возвращения, после 1906 года, Пекин начал серию реформ, которая должна была превратить Тибет в, ну, если не рядовую китайскую провинцию, то, по крайней мере, в нечто более управляемое. Китайские войска вошли на окраины Тибетов, Кхам на востоке, Амдо на северо-востоке. Амбанем в Алхасе был назначен некто Ляньюй, который увеличил китайский граждан в Алхасе, а также начал реформу управления и образования, направленную на, если не китаизацию, то, по крайней мере, увеличение, так сказать, китайской язычности среди тибетцев. Очень быстро Амбань вошел в конфликт с Далай-Ламой. В феврале 1910-го Далай-Лама был лишен всех своих постов, каких он мог быть лишен, собственно, китайскими властями, и, опасаясь ареста, был вынужден бежать опять, в этот раз в Дарджелинг, под защиту Англии. То есть, если до того он искал защиту у России, то теперь отправился под опеку Англии. Возможно, у Ляньюя чего-нибудь получилось бы, но, как мы с вами помним, 1910-й год, это уже почти 1911-й, началась революция. В ноябре 1911-го года китайский гарнизон Алхасы восстал и сверг Ляньюя. Пекин, которому не так уж много чего мог сделать с ними, поскольку послать войска из основного Китая в Тибет было довольно сложным мероприятием, особенно зимой, то Пекин сделал единственное, что мог, он перестал платить им жалования. Естественно, китайские солдаты стали грабить тибетское население, и только в этот момент вспыхнуло тибетское восстание. Воин вспыхнуло не для того, чтобы освободиться от китайцев, а для того, чтобы, значит, приструнить этих распоясывшихся солдатов. И надо сказать, что, в общем, дела у китайцев шли довольно плохо. Наблюдая на все это, конечно, очень расстраивалась Англия, потому что буквально в это же время, в декабре 2011 года, в очень схожих обстоятельствах, Россия получила под свой протекторат внешнюю Монголию, которая тоже, так сказать, как бы сама отвалилась от Цинской империи, распадающейся. И здесь аналогия была вполне очевидная, но на все попытки, значит, вызвать взаимопонимание у российских дипломатов, те отвечали, что подписано соглашение 1907 года, и если Англия хочет его в отношении Тибета пересмотреть, то Россия готова в обмен на английское влияние в Тибете получить там какой-то кусок в Персии или кусок в Афганистане, но как бы все должно иметь свою цену. Это, конечно, никому не хотелось делать. В итоге в конце 2012 года последние китайские солдаты покинули Тибет, причем покинули через Индию при посредничестве британских властей. Это был самый простой путь из Тибета в Китай, тогда лежал через индийские порты. В январе 2013 года в Алхасу вернулся Далай-Лама, который объявил о независимости Тибета. Тибет заключил договор с Монголией Багдахана. Даржиев в разговорах упоминал о том, что ему достоверно известно, что обсуждается взаимный протекторат над Тибетом России и Англии. И все это в Англии вызывало, конечно, некоторые волнения. В итоге в 2012 году Англия предложила Китаю провести переговоры по поводу Тибета. И те согласились, поскольку, например, в 2012 году русско-монгольское соглашение о монгольской автономии было заключено без всякого участия Китая. Поэтому Китай здесь хотя бы поучаствовать был, конечно, совсем не против. Также была приглашена и тибетская сторона как равная. И это было очень важно, потому что это как минимум признание того, что тибетское правительство считалось силой, которая контролирует территорию. Если это и не признание Тибета как равное государство, то, по крайней мере, признание правительства как чего-то решающего. Тут явно был учтен опыт России в Монголии, потому что двусторонние соглашения, которые в тот момент Россия заключила русско-монгольское и русско-китайское относительно Монголии, то и другое были плохо приняты третьей стороной, которая русско-монгольское соглашение обидела китайцев, русско-китайское соглашение обидела монголцев. И стало понятно, что трехстороннее соглашение будет лучше. И, кстати, этот английский опыт потом пригодился русским. И мы с вами помним, что в 2015 году Кягтинское соглашение было тоже трехсторонним, русско-китайско-монгольским. Россия была оповещена о том, что переговоры планируются, и не высказалась против, но упомянула, что она надеется, что соглашение 307 года не будет в этих переговорах никак нарушено. В итоге переговоры начались 13 октября 1913 года в североиндийском городе Симла. На зиму заседания были перенесены в Дели. Британскую делегацию возглавлял секретарь по иностранным делам правительства Британской Индии Генри Макмагон, китайскую представитель Юань Шикая Ченни Фань, а тибетскую представитель 13-го Далай-ламы Ланчен Шатра. К весне 2014 года был выработан черновой текст соглашения из 11 статей и 7 примечаний, согласно которому стороны признавались узоренитет Китая над Тибетом, но при этом Тибет по образцу Монголии предполагалось разделить на две зоны – внешний Тибет и внутренний Тибет. Под внешним Тибетом понималась территория юга и запада исторического Тибета, в основном совпадающий с современным тибетским автономным районом, территория, которая более или менее контролировала латхасским правительством, а внутренний Тибет предполагалось включить северо-восточную и юго-восточную области Тибета, которые сейчас входят в китайские провинции Цинхай, Ганьсу, Сычуань и Юньнань. Это прежде всего исторические регионы Амдо и Кхам. Соответственно, предполагалось, что внешний Тибет будет находиться под управлением тибетского правительства в Алхасе, ему будет предоставлена широкая автономия, а внутренний остается под управлением Пекина, но также с некоторыми ограничениями. Предполагалось, что Китай обяжется не превращать внутренний Тибет в провинцию, а представители внешнего Тибета не будут входить в китайский парламент. Китай и Великобритания обязывались не вмешиваться в управление внешним Тибетом, не аннексировать его полностью или частично, не размещать там войска. Китай признавал особые права Великобритании в Тибете. Тибетское и китайское правительства обязывались не вступать в соглашение, касающее статуса Тибета ни с одной державой, кроме Великобритании. Китай и Великобритания могли посылать в Тибет своих представителей, и к соглашению прилагались карты с нанесенными они границами внешнего и внутреннего Тибета. А также, что важно сейчас, на эти карты была нанесена новая линия границы между Тибетом и Британской Индией от Бутана до Бирмы. Это восточный участок. Сейчас эта линия называется линия Макмагона. Она довольно сильно к северу проходила по сравнению с границей, которая была нанесена на карты до того. Но, в общем, это как раз в особенных вопросах ни у кого не вызвало, потому что эта граница была довольно приблизительно на тот момент проведена. Первая версия карты с нанесенными границами 27 апреля 2014 года была подписана главами всех трех делегаций, но к лету 2014 договоры зашли в тупик. Китайская сторона не соглашалась на предлагаемые ей границы внутреннего и внешнего Тибета, а остальное, в общем, ее более или менее устраивало. В итоге 3 июля 2014 года соглашение в Симле было подписано британской и тибетской сторонами, которые также подписали двустороннее соглашение, в котором декларировалось, что китайское правительство не сможет пользоваться никакими привилегиями, которые это соглашение предоставляет, пока к нему не присоединится. И тогда же было подписано англо-тибетское торговое соглашение. Россия получила текст этого соглашения и велела снять 10-ю статью про то, что единственный арбитр между Тибетом и Китаем – это Англия. А статьи 6 и 8 о том, что Англия может посылать в Тибет своих представителей и получать концессии, Англия обязалась не выполнять сама, пока Россия, значит, не согласится на них. Такая вот предупредительность с обеих сторон, конечно, объясняется тем, что практически уже начиналась Первая мировая война, и союзники по Антанте старались друг друга никак ничем не обидеть. При этом, несмотря на то, что Россия выдвинула только частичные требования, соглашение таки не вступило в силу. И оно было блокировано непосредственно, было блокировано собственно правительством Британской Индии из-за вот этой самой линии Макмагона, которая проходила гораздо севернее, чем предполагалось до того. И посчитали, что это таки может быть воспринято, как то, что Англия присоединяет к себе часть Тибета, и на этом основании Россия может выйти из конвенции 307 года или потребовать по факту какое-то возмещение. Поэтому соглашение это так любовно подготовленное, так и осталось неутвержденным. В 1818 году после революции в России русско-британская конвенция была объявлена расторгнутой. В 1835 году офицер британской администрации в Индии Олаф Каро предложил опубликовать символское соглашение, считать его основанием не для статуса Тибета, но для проведения границы по линии Макмагона. Так и было сделано в 1937 году, при том, что Том с этим соглашением, он датирован, то есть он вышел по факту в 1938 году, но датирован в 1929 году. Вот тоже такой небольшой подлог, хотя непонятно зачем. По линии Макмагона китайско-индийская граница проходит и сейчас, хотя КНР ее не признает. И, между прочим, опираясь на символское соглашение, до 2008 года Великобритания во всех документах всегда признавала только сюзеренитет, а не суверенитет Китая над Тибетом. Но в основном, естественно, символское соглашение важно прежде всего тем, что это была единственная крупная международная конференция, где Тибет был представлен на равных правах с другими бесспорно существующими государствами. Надо сказать, что лхасское правительство действительно не контролировало весь исторический Тибет и, в общем, даже не очень хорошо контролировало Тибет центральный. В Амдо на северо-востоке Галоки – это очень яркий тибетский субэтнос – с 1917 года очень жестоко воевали с китайскими мусульманами семьи Ма. В 1917 году мусульманским гарнизоном был занят Лабран – это крупнейший тибетский монастырь Ганьсу. Попытки Галоков контратаковать в 1918, 1922, 1923, 1924 и 1925 не удавались из-за более современного вооружения мусульман. Только в 1927 году Ма-Ти приказал своим войскам Лабран оставить. Однако столкновения продолжались и потом, в частности, во время мусульманского восстания в Ганьсу в 1927-1930 годах против власти Фэн Юйсяна. В это время власть над китайскими мусульманами региона уже перешла к Ма-Буфану, который также как раз был главным инициатором войны с тибетцами. В 1932 году в конфликт попыталась вмешаться тибетская армия, которая с 1930 года с переменным успехом воевала с пронанкинским губернатором Сычуани Лю Ваньхуэм в Кхаме, но в итоге потерпела поражение в южном Цинхайе при Юйшу и была вынуждена отойти. В 1933 году был заключен мир между Лхасой и Ма-Буфаном, по которому часть Амдо и восток Кхама переходили под контроль прокитайских сил. Что касается Чинхайши, то он эти действия Ма-Буфану всячески поощрял, поскольку считал, что это позволит установить хоть какой-то контроль, хоть какого-то своего прокси над, по крайней мере, частью Тибета. Довольно много есть сведений и очевидцев о этой войне галоков и мусульман, и она описывается как такая настоящая средневековая война. Мусульманские кавалеристы украшали свои седла отрубленными головами тибетцев, причем, значит, как мужчин, так и женщин. На стенах Лабрана путешественник насчитал 154 головы выставленных, значит, в устрашение галоков. Монастыри сжигались, тибетцы, подпадавшие под власть мусульмана, обкладывались тяжелейшими податями, что вызывало все новые и новые восстания, которые опять подвавлялись. Здесь галоки, в свою очередь, отвечали тем, что сдирали с попавших к ним в плен мусульманских солдат кожу живьем, продавали мусульманских женщин казахам и уйгурам в гаремы, ну и, в общем, все в таком духе. Удивительно, что это все происходило буквально 80 лет назад, потому что это легко и очень органично смотрелось бы в какой-нибудь хронике XIII-XIV веков. Но вот и такое тоже, к сожалению, бывало. В 1933 году XIII Далай-Лама скончался, и был определён новый XIV Далай-Лама, которым оказался Лхамот Хандуб, который родился 6 июля 1935 года в маленькой деревне Такцер, на самой границе Амдо и Китая, как раз в самой гуще войны тибетцев с китайскими мусульманами. Родители его были торговцами-лошадьми. В 1936 году он был определён как новое перерождение Далай-Ламы. За ним был послан посланец, который пытался ввести в заблуждение Мабуфана, который контролировал эту территорию, сказав, что это всего лишь один из кандидатов на пост Далай-Ламы. Но Мабуфан всё равно не поддался и велел перевезти всю семью в Синин, а затем потребовал 100 тысяч долларов выкупа за то, что он отпустит мальчика в Алхасу. 100 тысяч долларов собрали, но за них Мабуфан отпустил его только до Кумбума, это крупнейший монастырь Амдо в Цинхае, неподалёку от Синина. И после этого затребовал ещё 300 тысяч за то, чтобы отпустить его действительно уже в Алхасу. В итоге в Кумбуме мальчик прожил 4 года, пока деньги собирали. Здесь помогло индийское правительство, которое купило довольно много тибетских товаров. А также помогли мусульманские купцы, чей караван шёл из Ганьсу в Мекку. Они согласились поверить на слово Алхасскому правительству и, соответственно, выплатить Мабуфану эти деньги. Представляете, какие были караваны мусульманских купцов, которые шли из Ганьсу в Мекку, если у них с собой было 300 тысяч долларов. Более того, они предложили сами и отвезти мальчика в Алхасу, поскольку им в Алхасе надо было получить платежи по векселям из Алхасского правительства. И это было вдвойне удачно, потому что, во-первых, у них было 300 тысяч долларов, можно представить, какая у них была охрана. А главное, это позволяло избежать предоставления эскорта. А в Алхасе закономерно считали, что если Мабуфан даст эскорт, то потом этот эскорт из Алхасы, может быть, и никуда не денется, что никому не хотелось. Несмотря на то, что действительно эскорта каравана вполне хватало для обеспечения безопасности, Мабуфан все-таки выдал им с собой 20 своих бойцов и потом получил за это в награду 50 тысяч долларов от тибетского и 50 тысяч долларов от китайского правительства. 21 июля 1939 года караван отправился в путь, и как только они покинули землю под контролем Мабуфана, то было официально объявлено, что это новое воплощение Далай-ламы. 8 октября 1939 года они пришли в Алхасу, и мальчик получил монашеское имя Тхендин Гиацо, которое, собственно, он носит и сейчас. Интернизирован в качестве Далай-ламы он был 22 февраля 1940 года, но понятно, что в это время он еще ни на что не влиял, потому что еще учился и был маленьким, и всем управлял регент. Внутренних реформ в это время, как и во времена 13-го Далай-ламы, практически не было, поскольку, собственно, не было для этого инфраструктур. Кроме небольшой армии, которую пытались поддерживать на более-менее современном уровне, и какой-то системы почт, в общем, практически больше ничего современного в этом государстве не было. В 1934 году в Кхаме вспыхнуло восстание нескольких кхамских родов против центрального правительства. Они были разбиты, и после этого ушли в Сычуань. Где, в частности, совпали с нахождением там Красной Армии, которая в это время шла в своем длинном походе, и как раз в это время именно от этих кхамских мятежников и колонны Мао Цзэдун, и особенно колонны Джанготхау, понесла очень тяжелые потери. В 1939 году в Восточный Кхам официально был объявлен провинцией Китайской Республики, которая получила название Сикхан. Ну, это такая игра слов, потому что Сидзан, значит, по-китайски Тибет – это западное сокровище, значит, а Сикхан – это как бы западное благоденствие, западное здоровье. С внешним миром Алхаса контактов практически не поддерживал. Единственным исключением была Англия, чьи торговые агенты находились в Западном Тибете. В 1936 году в Алхасу прибыла китайская миссия, чтобы поднести свои соболезнования в связи с кончиной 13-го Далай-Ламы, и так и осталось. И после этого в Алхасу была прислана и британская миссия. Соответственно, в Алхасе находилось два представительства. Одно британское, другое, в общем, такое условно иностранное, потому что Китай все-таки считал, что это его провинция, но по факту разницы никакой не было. Еще в конце правления 13-го Далай-Ламы в главной школе тибетского буддизма Гелукпа произошел довольно серьезный кризис. Дело в том, что влиятельный лама Пабонгхапада Чен Ньемпо, который был примерно ровесником 13-го Далай-Ламы, проповедовал необходимость возврата к истокам Гелук, а также считал необходимым максимальное принижение, возможно, даже уничтожение иных школ, поскольку они неправильные, и, соответственно, зачем они нужны. Под его влиянием монастыри многих школ, особенно Ньемпо, которые считаются самой древней школы тибетского буддизма, отбирались и передавались Гелук. Особенно жестко это происходило в Кхаме, где довольно влиятельно было такое экуменистское движение Риме, которое, наоборот, считало, что все буддийские школы и даже Бон должны быть все вместе, потому что большой разницы принципиальной между ними нет. Причем основой учения Пабонгхапы и такой, значит, его символом был культ гневного божества Дарже Шукдена, который считался главным покровителем Гелукпа еще со времен Занхавы, со времен основания. В итоге в ситуацию пришлось вмешаться 13-му Далай-Ламе, который запретил поклонение Шукдену и нападки ныне школы Иереме. Пабонгхапа принес свои извинения, но почти не скрывал своей радости, когда 13-й Далай-Лама скончался. Так что, в общем, конечно, проблема оставалась. Влияние Пабонгхапы было очень велико. В частности, ему предлагали пост регента при 14-м Далай-Ламе, но он отказался. Умер он в 41-м году. Эту проблема, надо сказать, существует и сейчас. В 75-м году в Диаспире вышла так называемая «Желтая книга», которая представляет собой список историй о том, как Шукден карает тех, кто следует ритуалам иных школ, кроме Гелукпа, и как, наоборот, значит, те, кто понимают важность чистоты учения и превосходства Гелук над другими школами, как он им, значит, помогает, и все в таком духе. 14-й Далай-Лама, который к тому времени стал одним из лидеров движения Риме, резко выступил против этой книги и ее идей, а также предостерег от поклонения Шукдену, после чего многие сектанты стали активно выступать с идеей, что Далай-Лама не настоящий, поскольку настоящий, естественно, не стал бы с ними бороться, а, наоборот, защищал бы Гелук, который он возглавляет. Также, значит, Далай-Ламе, естественно, записали в минус не только контакты с другими тибетскими школами, но и общение с иностранцами, и вообще всякую политическую активность, которая, с их точки зрения, для главы Гелукпа тоже совершенно не годится. В итоге, в 80-х Далай-Лама вообще запретил поклонение Шукдену, а в 96-м году открыто указал, что очевидно, что это злой дух, и поклоняться ему нельзя. При этом, как ни странно, сторонников этого культа по-прежнему много, особенно почему-то в Англии, где в 91-м году Лама Келсанг-Ятсо, который скончался в 92-м году, была основана так называемая традиция новой Кадампы. Поскольку Гелук, собственно, является продолжением Кадампы, то это, в общем, такое довольно понятное желание сказать, что это такой новый настоящий Гелук, они поклоняются Шукдену. У них около 200 центров в 40 странах, и в 97-м году, скорее всего, именно сторонниками новой Кадампы в Тхарамсале был убит основатель института буддийской диалектики в Дели Лапсанг-Ятсо, который много критиковал сектантов и двое его студентов. В 2008-м году к сектантам официально отошли заметные части двух крупных монастырей – Сараа и Ганден. Многие считают, что эту новую Кадампу спонсирует Пекин в рамках, значит, кампании против Далай-Ламы. И, кстати, на территории КНР культ Шукден вполне, значит, поощряется. В 2016-м году Далай-Лама, кажется, несколько смягчил свое отношение к культу Шукдена, и в ответ многие группы его адептов также объявили, что с Далай-Ламой они больше бороться не будут и сомневаться в нем не будут. Будем надеяться, что это, значит, как-то проблема со временем разрешится. Но вот это один из крупных расколов в современном тибетском буддизме, и он коренится как раз во временах, про которые мы с вами сейчас говорим. В 1942-м году в Тибет прибыла американская миссия во главе с капитаном Ильей Андреевичем Толстым, который был внуком Льва Николаевича. Они передали подарки Далай-Ламе, и возникла переписка между тибетским правительством и американской администрацией. Тибетское правительство, в частности, надеялось, что эта переписка укрепит независимость Тибета, что было очень вовремя, потому что в 1942-м году в очередной раз Чан Кайши велел Мабуфану начать подготовку к вторжению в Тибет, поскольку опасался, что тибетское правительство может перейти на сторону Японии, что трудно себе представить, но тем не менее. В итоге было достигнуто соглашение о том, что тибетское правительство по возможности будет помогать американским летчикам, которые могут потерпеть кружение над территорией Тибета. Помните, вот этот бугор, по которому поставлялось снаряжение и горючее для армии Чан Кайши? Частично этот в авиакоридор проходил над территорией Тибета, поэтому это было вполне оправдано. А также будут способствовать перевозке караванными грузов из Индии в Юнань. И в чем-то это имело эффект, потому что после этого Чан Кайши Мабуфана придержало. Соответственно, вторжение, к счастью, не состоялось. Надо сказать, что на совести правительства XIV Далай-Лама, вот этого раннего периода, за который он, естественно, не отвечает, жизнь очень интересного человека, про которого стоит знать, это был художник, публицист и писатель, которого звали Гендун Чопхел. Он родился в 1903 году в Амдо, стал монахом, учился в Лабране, много общался с американским миссионером, который жил поблизости, в итоге решил, во что бы то ни стало посмотреть мир. В 1927 году он перебрался в Дрипунг, в Лхасе, познакомился там с индийским марксистом Рахулом Санкритияяном и в 1934 году вместе с ним отправился в Индию, где Рахулу практически сразу арестовали. А Гендун отправился по Индии, посетив Варанаси, Дель, Калькутту, Калимпонг. Сколько он был, прежде всего, художником, то сохранилось очень много зарисовок. Он рисовал всякую новую для себя жизнь, аскетов, каких-то представителей разных индийских культов, просто обычных людей, иностранцев. Все это его ужасно интересовало. А также он много писал. Например, тогда существовал такой вполне официальный журнал Мелонг, зеркало новостей Тибета, который с 1925-го печатался в Индии, отсылался в Тибет примерно 150 подписчикам. В дальнейшем именно по этому журналу 14-й Далалам узнавал про внешний мир. Так вот, значит, в этом журнале он в 1937-м опубликовал статью о том, что Земля круглая, что вызвало у этих 150 подписчиков в Тибете невероятный фурор, потому что в Тибете про это еще не было известно, и более того, многие считали, что это опасная ересь. В 1939 году Гендуин написал поэтический трактат о страсти, который был опубликован только в 1967 году. Это было частично переложение Камасутры на тибетский, а частично собственный сексуальный опыт, который для него... Поскольку он был монахом, то он очень поздно в это вошел, но этот опыт был для него очень важным. Это был такой подробный трактат как для мужчин, так и для женщин, про то, что каждый человек имеет право на самореализацию, в том числе вот в такую. Конечно, из монашества он к тому времени уже вышел. В 1945 году вместе с некоторыми другими тибетскими интеллектуалами Индии он основал в Калимпонге партию улучшения Тибета и нарисовал для нее эмблему, которую мы с вами видим на экране. В основном эта партия была под влиянием Гоминьдана и Суньеценовских трех принципов, но по эмблеме где-то, видите, очевидный, значит, серп и не молот, но, значит, меч. Понятно, что там, собственно, какие там еще идеи их интересовали. Они боролись за смену режима, за то, чтобы Тибет был в составе республиканского нового Китая. Потому что считали, что для Тибета нужно обновление, и сам по себе он обновиться не сможет только при помощи Китая. Сам же Гендунь в своих работах в основном выступал против крепостничества и рабства, которые в это время в Тибете еще существовали. А также у него есть несколько статей про то, что надо обязать богачей строить общественные уборные за свой счет, потому что это одна из самых главных проблем Тибета. В 1946 году он вернулся в Тибет во многом, чтобы разведать ситуацию, что там происходит. В 1947 году был арестован и более года провел заключение в темнице под Паталой, где разум его и так, в общем, не очень твердый, пошатнулся, он пристрастился к опиуму, в 1951 году скончался. Что касается... Поскольку мы с вами уже сказали про этот журнал «Мелонг», которому Далай-Лама знакомился с тем, как выглядит окружающий мир, то еще одним интересным источником его знаний о внешнем мире, был австрийский альпинист, которого фашисты использовали в своей пропаганде, поэтому был членом СС и НСДАП. Звали его Хенрих Харрер. Он в 1939 году был в альпинистской экспедиции в Индии. Началась война. Он пять лет просидел в лагере для немецких подданных, откуда весной 1944-го убежал. И в январе 1946-го добрался до Алхаса. Причем бежал он с несколькими спутниками, но все его покинули. По-моему, вдвоем они пришли, или он даже один пришел в Алхасу. С 1948 года он был на службу тибетского правительства, переводил иностранную прессу, показывал Далай-Ламе кино, учил его английскому, рассказывал про мир. И пробыл он в Тибете до 1952 года, когда вернулся домой. Причем подозрения о связи с нацизмом с него были сняты, потому что он действительно так получился. Он мимо проходил, а так он, к счастью, тоже ни в чем не участвовал. Потом он написал о своей опыте в Тибете книгу «Семь лет в Тибете». Вы, наверное, знаете фильм с Брэдом Питтом, который, значит, по этой книге снят. И они дружили с Далай-Ламой и регулярно встречались вплоть до смерти Харрора в 2006 году. Ну, так сказать, это так, дополнительный штришок. В 1949 году, когда в Китае разразилась гражданская война, Тибет на всякий случай выслал всех китайских представителей. И в 1950 году на фоне поражения армии Гоминдана Тибету даже удалось поставить под свой контроль часть провинции Сикан, регион Чамдок, западу от Янзы. Ситуация была в это время действительно очень напряженной и быстро менялась. Например, еще осенью 1949 года в окружении Чанкайши были идеи о том, что в части Восточного Тибета можно создать базу антикоммунистической борьбы на основании воинов Кхампа, которые действительно много воевали с коммунистами и показали свою эффективность. Во главе же этой базы предполагалось поставить еще одного ключевого иерарха школы Гилук, 10-го Панчен-Ламу. 10-й Панчен-Лама Чоки Геалцен родился в 1938 году, тремя годами позже Далай-Ламы, в том же Амдо, не очень далеко от Такцера. В июне 1949 года он был интернизирован в Амдо в присутствии главы комиссии монголо-тибетских дел Мабуфана. Причем, поскольку Лхаса видел и в нем человека Нанкина, вернее, к тому времени уже не Нанкина, а Чунтина, она отказывалась признать его реинкарнацией Панчен-Ламы и допустить его в Южный Тибет, в монастырь Ташилумпо, который является традиционной резиденцией Панчен-Ламы и контролирует, собственно говоря, южные области Тибета. Во многом, именно из-за этого конфликта в 1942 году Чин Кайши, собственно, и велел Мабуфану готовить вторжение в Тибет, но, как мы с вами видели выше, значит, это не реализовалось. Когда гражданская война стала, очевидно, клониться в сторону коммунистов, то Мабуфан пытался убедить Панчен-Ламу выехать на Тайвань, но тот остался, и от его имени, якобы, 1 октября 1949 года, вроде бы, была отправлена в Пекин к Мао Цзэдуну телеграмма с поздравлениями, пожеланиями скорейшего объединения Китая. В это время ему было 11 лет, и он, значит, тут с оленями общался в Кумбуме, поэтому, в общем, вряд ли он действительно серьезно в этом участвовал. 7 марта 1950 года в Калимпонг прибыла делегация ЛХАСы для того, чтобы встретиться с представителем КНР в Индии и поговорить о будущем. Он всячески отказывался от встречи с ним. В итоге встреча произошла только 16 сентября. Китай требовал признание Тибета частью Китая, размещение там китайских войск, контроля над торговлей международными отношениями. Тибетская делегация на эти условия не согласилась. В итоге началось вторжение. Еще с весны 1950 года народно-освободительная армия Китая готовилась к нему строить дороги, часто руками мобилизованных тибетцев или, значит, нанятых чаще в Восточном Кхаме. К августу дорога была построена, и в июне произошло первое столкновение между тибетскими и китайскими войсками. Отряд народно-освободительной армии Китая уничтожил тибетскую радиостанцию в ДНК, а через две недели этот же отряд в ДНК был атакован 800 кхамскими ополченцами, из которых 300 были монахами близлежащего монастыря, которые 600 китайских солдат вырезали. И, по-моему, там даже как-то никто оттуда и не ушел. 6-7 октября началось наступление крупной группировки НОАК в Чамдо. В пяти местах они перешли границу, силы были, очевидно, неравны. 8,5 тысяч тибетцев находились с тибетской стороны против 40 тысяч китайских бойцов. 19 октября пало столице провинции. При взятии погибло 114 китайцев и порядка 180 тибетцев. Главком тибетских сил в регионе губернатор Нгапон Гаванг Джигме, который был таким блестящим аристократом и интеллектуалом, практически саботировал оборону, срыл укрепления, которые были построены его предшественникам на посту губернатора и в итоге сдался в плен вместе с 2700 бойцами. После этого китайское командование сочло задачи операции достигнутыми и Нгапо был отправлен в Лхасу для того, чтобы вести переговоры о дальнейших действиях. 17 ноября 1950 года в условиях кризиса Рейген Лхасского правительства ушел в отставку и Далай-Лама согласился принять политическую власть, что было немножко рано. Ему было 15 лет, а принято было, что Далай-Лама принимает в свои руки власть позже, в 20, но такое время. В апреле 1951 года тибетская делегация во главе которой стоял Нгапон Гаванг прибыла в Пекин. При этом у делегации этой не было право подписывать что бы то ни было без консультации с Лхасой, но они оказались в Пекине под сильным давлением. В частности, в Пекин привезли Панчен-Ламу для того, чтобы убеждать их соглашение подписать. С Лхасой консультироваться они не могли и им было предложено на подпись так называемое соглашение 17 статей, согласно которому правительство Далай-Лама признавало Тибет частью КНР, обязывалось изгнать оттуда империалистические силы, чтобы это не значило, отказывалось самостоятельной внешней политике, но сохраняло власть в центральной части Тибета, кроме Амдо и Кхама. В Тибет входили части Нуак, тибетская армия становилась частью армии китайской, в свою очередь Пекин обязывался не форсировать реформы в Тибете, позволил Хазе сохранить там привычный уклад, реформы могли проводиться только добровольные и постепенные, проглашалась свобода совести, доходы монастырей не ограничивались, Далай-Ламы и Панчен-Ламы сохраняли свои функции, причем тибетская делегация просила разнести эти позиции, но им было объявлено, что это идет только в комплекте, либо и Далай-Ламы и Панчен-Ламы сохраняют свои полномочия, либо никто из них своих полномочий не сохраняет. Также они обязывались поддерживать дружественные отношения между собой. Для контроля за выполнением соглашения образовывался военный административный комитет в Лхасе, который должен был действовать за счет Пекина и привлекать к деятельности как можно больше тибетцев, и, собственно, вступило в и вступать это в силу должно было вместе с подписанием. Делегация пыталась бороться, пытались добиться каких-то послаблений, не распускать армию, не позволять создание комитета с непонятными полномочиями, ссылались на то, что у них нет права подписи, но толку не было. В итоге они решились на отчаянный шаг, сказав, что они потеряли печати, которыми они могут скрепить это соглашение, после чего было сказано, что это не проблема, и печати были изготовлены на месте в Пекине, причем даже, по-моему, с некоторыми грамматическими ошибками, но это никого не интересовало. И в итоге 23 мая 51 года соглашение было подписано, в Тибете оно было воспринято неоднозначно, многие члены Кашага, то есть правительства были против. В сентябре 51 года американские представители уведомили Далай-ламу, что на помощь Соединенных Штатов Тибет может рассчитывать, только если Далай-лама заявит, что соглашение не имеет силы, как подписанное под давлением, но после долгого размышления 24 октября 51 года Далай-лама таки телеграммой Мао Цзэдуну подтвердил, что он соглашение ратифицирует. Собственно говоря, на этом у нас завершается освобождение условно Китая, то есть конец гражданской войны и восстановление контроля Пекина над всей территорией. 19 июля 51 года Далай-лама официально признал Панчин Ламу, разрешил ему прибыть в Ташилумпо и 28 апреля 52-го тот прибыл в Тибет впервые вместе с китайским эскортом по пути в Лахайсе они впервые встретились с Далай-ламой и по воспоминаниям обоих вполне друг другу понравились. В 54-55 Далай-лама почти год путешествовал по Китаю вместе с Панчин Ламой. Есть вот такая замечательная фотография как они встречаются с Мао Цзэдунмой тут сидят Джо Уин Лай и Лю Шао Ци. 27 сентября 54-го года он был избран заместителем председателя постоянного комитета 1-го Всекитайского Совета народных представителей и занимал этот пост до 64-го года. Панчин Лама также вошел в постоянный комитет. При этом в 56-м году в паломничестве в Индию где он был по поводу 2,5 тысяч лет рождения юбилей 2,5 тысяч лет рождения Будды Гаутамы он спросил Жархалалу Неру сможет ли он рассчитывать на убежище в Индии если что. Неру посчитав что это видимо провокация очень жестко сказал ему что Индия чтит отношения с Китаем не вмешивается в дела соседей поэтому не надо значит про такие вещи разговаривать это естественно не конец рассказа про Тибет но продолжение будет в свою очередь а пока в середине 50-х годов все выглядело в общем-то довольно букалически и вот видите плакат как раз того времени это вот восточно видите написано в в горных степях в горных долинах Кама и Тибета вот значит там видите такие красивые тибетцы а там вот едут грузовики со всякими знаменами и с помощью в общем все как будто хорошо теперь мы с вами возвращаемся наконец обратно в Китай и собственно говоря начинаем смотреть что там происходило после того как была установлена Китайская Народная Республика и значит кончилась Гражданская Война надо сказать что это время самый конец значит конец 49-го года и начало 50-го часто принято воспринимать в таких довольно светлых тонах потому что значит наконец кончилась война хотя мы с вами помним что на юге Китая на кое-где еще продолжалось началось мирное строительство и собственно это время когда в Китае начинает идти широким потоком советская как технологическая так и экономическая помощь вот всякие вот такие вот плакаты про то что значит учиться у передовой советской экономики для того чтобы развивать собственное государство прибывают советские специалисты технологии строятся всякие дороги заводы и прочее 14 февраля 50-го года как мы с вами помним в Москве был подписан договор о дружбе между КНР и Советским Союзом и вот значит тут опять же всякая наглядная агитация и даже на Чистопольском часовом заводе были выпущены вот такие вот часы полностью на китайском правда это уже 59-й год но неважно сейчас тоже к разговору сойдет все в общем было очень любопытно ну и тут просто для некоторого развлечения вот того времени замечательные фотографии которые видите опять же пропавшие комиссары да что называется то есть у нас с вами есть фотография оригинальная из которой был сделан вот такой парный портрет Мао Цзэдуна и Сталина причем в данном случае этих остальных убрали не за то что они в чем-то провинились а может здесь собственно говоря ну только Булганин потом проштрафился но через там несколько лет после уже после смерти Сталина поэтому здесь его не за что было убирать ну а уж там Ульберхт или Цзэдэмбал которые там справа стоят они вовсе ни при чем но вот тогдашний фотошоп он конечно вполне вполне замечательен в общем все это было вполне оптимистично и казалось что впереди значит только радость впереди но на самом деле уже и тогда это было не совсем так потому что в стране еще до 49-го года 47-го а много где и раньше например в Янане да в советских районах шла земельная реформа про которую мы с вами говорили и земельная реформа это в основном проходила в рамках так называемых митингов борьбы и судов над представителями так называемых трех зол да это были землевладельцы коллаборационисты которые сотрудничали с японцами и религиозные деятели у них отбиралась собственность прежде всего земля но параллельно происходили вот такие вот самосуды когда под контролем властей значит местные жители себя накручивали в состоянии полного неистоства вспоминая все настоящие ненастоящие грехи которые на совести этих негодяев значит были в прошлом и кончалось это чаще всего тем что главы семей расстреливались или убивались этой же толпой члены семей если не отрекались а иногда если отрекались тоже поражались в правах и лишались имущества и должны были выполнять самую тяжелую работу и поражены в правах они были до 80-х годов то есть в течение нескольких десятилетий также параллельно шла борьба с реальными и мнимыми агентами Гоминьдан и вот это вот замечательный плакат который говорит о том что значит члены семей должны убеждать гоминьдановских агентов сдаваться и видите он тут приходит у него там визитка Яроша значит эта эмблема Гоминьдана и все как положено естественно эти люди тоже часто оказывались репрессированы и собственно вот если считать эти несколько лет там условно с 47-го года по начало 50-х то общее количество жертв может быть оценено в несколько миллионов человек прежде всего конечно это вот эта земельная реформа причем ее часто сравнивают во многом с более поздней культурной революцией про которую мы с вами будем говорить потому что основное количество насилия производила не государственный аппарат не армия не спецслужбы а вот собственно сами эти простые люди которым разрешалось вспомнить все старые обиды и главное им давалось в руки вот эта власть жизни и смерти что в общем их часто сводило с ума на некоторое время и превращало это все действительно в такой огромный самосуд который в общем вполне устраивал власти потому что в этой ситуации как бы люди сами разбирались со своими врагами и при этом да кровью повязывались и становились как бы более лояльной частью системы так или иначе вот это вот такая светлая картина короткого мирного времени после установления китайской народной республики она в общем конечно должна восприниматься с поправкой на то что параллельно в стране происходило очень много чего совсем не такого уж светлого однако так или иначе практически китаю было отпущено всего несколько месяцев мирной жизни потому что очень скоро началась новая война а именно война в корее прежде чем мы с вами поговорим что значит за война давайте вспомним о том что было к этому времени в корее значит мы с вами помним что с 1910 года корея была колонией японии в ноябре 1943 года на каивской конференции было принято решение о восстановлении независимости и 10 августа 1945 года США и СССР договорились разделить корею по 38 параллели причем предложили эту линию американцы и они совсем не были уверены что Сталин согласиться поскольку она хотя это примерно 50 на 50 но в общем она была гораздо более выгодна американцам во первых южная часть вообще более населенная более богатая а во вторых на южной как бы к югу от 38 параллели находится столица Сеул то есть в общем как бы все ключевые самый вкусный кусок Кореи доставался по этой ситуации американцам при том что советские войска к этому времени были гораздо ближе чем американские и Сталин вполне мог даже настаивать на том же давайте докуда дойдем до туда дойдем тем не менее по не очень понятным причинам Сталин на это предложение согласился и в итоге 16 августа советские войска дошли до 38 параллели и еще 3 недели ждали пока с юга к ней подойдут американцы 24 августа 45 года главой советских оккупационных сил на севере был назначен генерал Андрей Алексеевич Романенко а 8 сентября главой американской зоны оккупации был назначен генерал Джон Ходж еще до того как пришли значит советские американские войска еще в условиях когда сохранялась японская власть 15 августа 45 года по предложению японцев в Сеуле была создана Корейская Народная Республика которая видите называлась прямо вот как потом КНР значит Чхаусенжи Мингон Хэго вот прямо значки так Народная Республика во главе которой был поставлен Йоун Хё левый республиканец который боролся с японцами еще с десятых годов с 14-го года он находился в изгнании был членом Корейской Компартии с 20-го года членом Гоминдана с 24-го года в 32-м году после после трех лет отсиженных в тюрьме он находился в Корее был прогрессивным журналистом постоянно ходившим значит по лезвию бритвы в 42-м в 43-м опять сидел но вот именно ему японцы предложили возглавить правительство независимой Кореи и он согласился на севере японцы передали власть также очень популярному политику Чомансику который был гораздо правее он был националистом и протестантом был поклонником Ганди и Толстого и это даже видно по фотографии с 1910-го года он был в движении за независимость Кореи его называли корейским Ганди потому что главными его идеями было корейское производство что Корея должна как можно меньше покупать за рубежом а также ненасильственное сопротивление Японии то есть ровно то что делал Ганди в Индии он бесчисленное количество раз сидел в тюрьме но был очень популярен вместе с сыном был расстрелян вместе с 5000 других политзаключенных которые были срочно убиты перед тем как коммунистические войска оставили Пьянян вот так значит кончилась его очень яркая яркая судьба 8 февраля 1946 года вместо его временного комитета пяти провинций был создан временный народный комитет Северной Кореи который возглавил еще один хорошо известный вам человек Ким Ир Сен здесь значит внизу его портрет более позднего времени а вот так он выглядел примерно в этот момент что касается Ким Ир Сена то у него был совсем другой бэкграунд он родился в 12-м году был сыном учителя а мать у него была дочка протестантского пастора с 20-го года его семья жила в Китае и собственно учился он в китайской школе был членом компартии Китая с 32-го года был в партизанском движении хотя молодость его окутана значит массой легенд тем не менее примерно кажется что где-то с 36-го года он командовал собственным небольшим отрядом а в 41-м как и почти все остальные китайские и корейские партизаны Манчжурии ушел на территорию СССР был отозван территорией СССР потому что с одной стороны все тяжелее становилось бороться с Манчжурия японскими властями а с другой стороны как мы с вами помним в 41-м году Советский Союз улучшил свои отношения с Японией признал Манчжурию и соответственно китайские и корейские партизаны в Манчжурии ему тоже были не очень нужны соответственно все они были отозваны в Хабаровский край и сведены в 88-ю стрелковую бригаду где с 42-го года служил Эки Мирсен был там комбатом и это 88-я стрелковая бригада стояла в Хабаровске была такой нашей бригадой Асана на случай если придется воевать с Манчжурией там она была как раз укомплектована китайцами и корейцами командиром ее был Джо Бао Джун который потом был заместителем Линьбяо в Северо-Восточной Объединенной Армии в начале Гражданской войны в Китае к 45-му году Ким Мирсен был капитаном кавалером ордена Красного Знамени и в 45-м году 88-я бригада была расформирована а ее офицеры прежде всего были направлены в Корею ну кто-то в Манчжурию а корейцы в Корею для того чтобы становиться там заместителями комендантов городов поскольку Ким Мирсен был самым высокопоставленным корейским офицером в распоряжении Советского Союза то он был назначен заместителем коменданта Пхеньяна и собственно говоря предполагалось что в итоге будет создано правительство во главе которого будет этот корейский Ганди Чоман Сик а министром обороны при нем будет Ким Мирсен но получилось как видите как получилось и Ким Мирсен занял гораздо более высокую должность чем изначально предполагалось если говорить о Южной Корее то там вот эта резолюция об опеке также вызвала очень широкие протесты в итоге 8 декабря 45-го года американские власти объявили ну то есть не в итоге а даже еще до того 8 декабря американские власти объявили вне закона правительства Народной Республики Корея и его комитеты Йоун Хё это решение принял и значит республику свою распустил пытался бороться создав довольно левую народную партию Кореи но в итоге 19 июля 47-го года был убит ультраправым беженцем с севера а партия его была распущена еще в феврале 47-го года так что здесь тоже у него ничего не получилось одним из лидеров борьбы против опеки гораздо более гораздо более умеренным чем Йоун Хё но тем не менее был Ли Сен Ман Ли Сен Ман был человеком интересной судьбы он родился в 1875 году то есть ему было значит уже 70 он закончил миссионерскую школу был журналистом с 1896 был в реформистском антияпонском движении в частности например участвовал в неудавшемся заговоре целью которого было отомстить японцам за убийство королевы Мин в январе 99-го года был приговорен к пожизненному заключению в тюрьме много писал переводил принял христианство и так далее но в 904-м году его выпустили из тюрьмы он уехал в США где встречался с Рузвельтом пытаясь убедить его помочь корейской независимости а потом поступил в университет и закончил последовательно университет Джорджа Вашингтона Гарвард и Принстон в итоге в 1910 году в Принстоне защитил докторскую диссертацию вернулся в Корею был миссионером был миссионером арестовывался опять бежал в США и стал там в итоге одним из лидеров корейской эмиграции которых правда было довольно много и друг друга они как положено ненавидели больше часто чем японцев в 1919 году в Корее вспыхнуло так называемое движение 1 марта массовые антияпонские выступления которые были жестоко подавлены после чего в Шанхае было организовано временное правительство Великой Корейской Республики которое собственно говоря Лисен Ман и возглавил возглавлял его с 1919 по 1925 год а затем жил значит на Гавайях и Вашингтоне вот собственно из Вашингтона в октябре 1945 года его на военном корабле может даже на самолете доставили в Корею прямо так сказать в обозе американской армии потому что он во первых был хорошо известен в Америке был известен что он довольно умеренный человек пожилой плюс он единственный из лидеров корейской корейской эмиграции хорошо говорил по-английски что в общем было тоже не бесполезно тем не менее несмотря на то что его привезли значит американцы он совершенно не был марионеткой и против опеки выступал очень активно хотя повторюсь не был далеко не был самым радикальным в конце декабря там 31 декабря 1945 года под руководством комитета борьбы против опеки в Южной Корее прошла практически всеобщая забастовка которая очень напугала американцев была введена смертная казнь и в этой ситуации Лисен Ман много встречался с американским командованием и говорил что если вы хотите не хотите ситуацию обострять то нужно Корее дать независимость как можно быстрее может мы ее заслуживаем и лучше хотя бы дать независимость Южной Корее которую вы контролируете чем не дать никакой может если вы будете тянуть то протесты будут продолжаться и будет усиливаться влияние коммунистов вы же этого не хотите после этого с декабря 1946 по марта 1947 он был в США где встречался с многими представителями администрации в итоге убедил их в правильности своей позиции надо сказать в это время это время совпало с еще одной важной вехой 12 марта 1947 года была провозглашена так называемая доктрина Трумэна в которой президент Трумэн сказал что отныне важной задачей США во внешней политике будет поддержание свободных народов против авторитаризма соответственно это было такое вполне очевидное доктрина сдерживания Советского Союза и Ли Сен Ман естественно объяснил Трумэну что вот в Корее как раз происходит экспансия Советского Союза и поэтому вот нужно поддержать его чтобы эту самую доктрину воплотить и в общем в данном случае трудно сказать чтобы это было сильно неправдой в итоге в ноябре 1947 года ООН объявила признание независимости Кореи была создана временная комиссия ООН по Корее в которой вошло 9 государств которая начала подготовку к выборам Конституционной Ассамблеи при этом на севере в советской зоне оккупации полномочия этой комиссии не признали поскольку посчитали что она нарушает постановление Московской конференции где говорилось что Корея управляет комиссия из США и Советского Союза а никакой комиссии ООН из 9 государств значит нигде там не прописано в итоге работать в итоге работать на севере этой комиссии не позволили и там подготовка к выборам не производилась выборы прошли 10 мая 1948 года только на территории американской зоны оккупации в Южной Корее причем из числа 9 государств Австралия Канада Индия и Сирия выступали против проведения этих выборов может было понятно что это явный шаг в сторону разделения Кореи если мы хотим чтобы Корея была единой нужно пытаться добиваться проведения выборов на всей территории возможно правда действительно это было не так уж легко против выборов по тем же причинам выступали и многие корейские политики например один из лидивой борьбы против опеки Ким Гу но и поэтому в итоге много и левые силы особенно коммунисты но и многие левые которым было не велено участвовать но и многие просто левые политики в знак протеста против такого разделения страны от участия в выборах отказались и в итоге на выборах больше всего порядка 26% набрала национальные ассоциации за срочное воплощение корейской независимости во главе которой стояла соответственно Ли Сен Ман 100 мест в конституционной ассамблеи было оставлено вакантными для делегатов из Северной Кореи когда они смогут провести выборы у себя 17 июля была принята конституция 20 июля ассамблея выбрала президентом Ли Сен Мана Ким Гу который выступал также боролся за этот пост получил что-то там то ли 7 то ли что-то такое процентов 15 августа 48 года была провозглашена Республика Корея в ответ на все это значит безобразие 25 августа 48 года на Севере тоже прошли выборы собственного значит называлось Верховное Народное Собрание 212 делегатов этого собрания было выдвинуто представителями Севера и 360 представителями Юга которые собрались 21-26 августа на советской зоне оккупации якобы представляли 78 процентов южных избирателей поскольку это происходило не путем голосования путем выдвижения такой советской системе да слово совет выдвижения делегатов то проверить их легитимность и действительно кто их выдвигал конечно было довольно трудно но как видите была предпринята попытка сказать что это Верховное Народное Собрание оно избрано всей Кореи а не только Югом как в случае с Конституционной Ассамблеей на Юге соответственно на выборах большинство делегатов представляли Демократический фронт объединения Родины во главе которого стояла Трудовая партия Кореи основанная 29 июля 46 года на основе Корейской Компартии во главе этой самой Трудовой партии Кореи стоял Ким Дубон который был таким довольно умеренным революционером ученым лингвистом тоже участником движения 1 марта который долго жил в эмиграции в том числе в Янане и хорошо был знаком собственно с китайским руководством 2 сентября 48 года Ким Дубон был избран председателем Верховного Народного Собрания а Ким Ир Сен стал главой Кабинета Министров 8 сентября была принята Конституция 9 сентября 48 года провозглашена Китайская Народно-демократическая Республика соответственно сформировалась два корейских государства главной трагедией пожалуй которая была связана с выборами стало восстание поднятое на острове Чаджу-До в апреле 48 года под руководством коммунистической трудовой партии Южной Кореи она была основана 23 ноября 46 года во главе с Пак Хон Йоном который также был участником движения 1 марта с 20-го года жил в эмиграции в Китае к 28-го по 32-й учился в СССР в 45-м году возглавил корейскую компартию но к моменту поднятия восстания он уже бежал на север поэтому возглавляли там саму восстание возглавляли другие Чаджу-До это остров вот он к югу собственно какой большой остров к югу от корейского полуострова в октябре 48-го года восстание перекинулось на прилегающие к острову материковой провинции Йосу и Сунчхон в сентябре 48-го года Лесенман запретил деятельность трудовой партии Южной Кореи она была поставлена вне закона лидеры в основном сумели бежать на север а вот рядовые активисты которых было довольно много они оказались конечно в очень тяжелом положении потом про это еще с вами немножко поговорим в ноябре в стране было введено военное положение и подавлено восстание на материке погибло порядка 3 тысяч человек а в марте 49-го года на чехот жудо была введена корейская армия которая через два месяца восстание подавила отдельные карательные акции шли до 54-го года как считается при подавлении погибло от 14 до 30 тысяч человек это примерно 10 процентов населения острова войска проявляли крайнюю жестокость было уничтожено 230 из 400 островных деревень порядка 40 тысяч островитян бежали в Японию и это такое пожалуй одно из самых жестоких подавлений восстаний по крайней мере для 20-го века хотя ему есть с чем сравнивать там действительно вот так поголовно уничтожались часто деревни то есть максимальная реализация антипартизанской стратегии причем в такой жестокости которой обычно себе не позволяли даже оккупанты на оккупированных территориях а здесь вот собственно у себя в течение нескольких десятков лет про восстание было запрещено говорить законодательно и только в 2006 году правительство Кореи принесло свои извинения родственникам погибших выплатил им компенсации а руководство полиции и армии принесли свои извинения только в 2019 году что касается лидера трудовой партии Южной Кореи Пак Хон Йона то в 1948 году он стал первым министром иностранных дел КНДР в 1949 году его партия объединилась с трудовой партией Кореи в единую и председателем ее при этом стал сместивший Ким Дубон и Ким Ир Сен а в 1955 году вместе с большинством бывших лидеров трудовой партии Южной Кореи Пак Хон Йон был арестован и расстрелян как американский шпион что касается Ким Дубона то до сентября 1957 года он занимал пост председателя Президиума Верховного Народного Собрания но пост этот стал в это время абсолютно декоративным примерно как пост Калинина в СССР он не выступал с критикой Ким Ир Сена но все равно 20 сентября 1957 года был арестован и то ли умер под домашним арестом в 1958 году или несколько позже то ли был расстрелян это дополнительно неизвестно но это произошло несколько позже пока же с территории полуострова были выведены оккупационные войска советские в 1948 американские в 1949 обе конституции провозглашали и Республику Корею и КНДР единственными законными правительствами всего полуострова и даже столице КНДР был указан Сеул Апхиньян провозглашался временной резиденцией пока столица будет освобождена с 1948 года на границе начинаются столкновения причем инициаторами были как северяне так и южане порой довольно крупные на уровне даже дивизии с большими потерями с обеих сторон с 1949 года на территории Республики Корея действовало множество отрядов народных партизан которых тренировали и вооружали на севере около 2400 бойцов было переправлено на юг в 1949 году около 3000 в начале 50-го однако южнокорейская армия которую тренировали немногочисленные но все-таки американские офицеры довольно успешно с ними боролась к весне 50-го партизаны были в основном уничтожены стало понятно что без большой войны не обойтись уже в марте 49-го Ким Ир Сен летал в Москву убеждать Сталина но тот не спешил давать свое разрешение поскольку еще шла гражданская война в Китае и не полностью были выведены американские войска с юга однако 50-му ситуация заметно улучшилась Мао Цзудун победил Чанкайши а также в августе 49-го прошли испытания первой советской ядерной бомбы и американской ядерной монополии больше не существовало также Сталин учитывал то что во время гражданской войны в Китае американцы очевидно не слишком много делали для того чтобы помочь Чанкайши была надежда что они не станут сильно вникать и на этом фронте в апреле 50-го года разрешение на вторжение было дано с условием если Мао Цзудун согласится оказывать помощь Корее в мае 50-го Ким Ир Сен встречался с Мао Цзудуном который кажется был не в восторге от перспектив новой войны и вообще на тот момент надеялся на то что КНР займет в мире такое некое промежуточное положение не совсем под СССР и не под США а вот такое нечто третье помните в этот момент он был сторонником такой новой демократии какой-то такой попытки по крайней мере какого-то коалиционного правительства не чисто коммунистического понятно было что вступление в войну на все эти мечты можно будет забыть но поскольку КНР полностью зависел от советской помощи то отказать он не мог первой и довольно важной помощью было то что в Ноак воевало довольно много корейцев дело в том что Северная Корея еще не будучи КНДР очень помогала китайским формированием в тяжелое время 45-47 годов там значит можно было спрятаться от гомендановцев и потом очень многие корейцы пошли вступили в Ноак и воевали в гражданской войне их было от 50 до 70 тысяч это было очень много для для Кореи вот теперь они им было велено вернуться и вступить собственно говоря в корейскую народную армию еще в конце 49-го года две полностью оснащенных китайских дивизий в основном из корейцев были включены в состав северокорейской армии вдоль границы были сосредоточены китайские силы резерва что касается Советского Союза то он дал обещание воздушного прикрытия китайских войск и собственно говоря в разработке планов войны также принимали участие советские военные советники при этом Ли Сен Ман между прочим тоже думал о войне и несколько раз просил у американцев поддержки в случае таких планов но ему в этом было отказано при этом интересно что несмотря на очевидные военные приготовления севера видимо из-за постоянных столкновений на границе ни наблюдатели ООН ни разведка ЦРУ ни корейская разведка не ожидали вторжения и буквально за несколько дней до начала войны докладывали что все действия северокорейских войск носят только оборонительный характер к середине 50-го года северокорейская корейская народная армия при населении в 9,6 миллиона человек состоял из 200 тысяч человек это были 10 пехотных 1 танковая 1 военно-воздушная дивизия причем все это было очень хорошо укомплектовано советским оружием у них было порядка 400 довольно современных танков в основном Т-34 200 пушек 200 бомбардировщиков 150 истребителей не самых новых реактивных самолетов у них не было но тем не менее что касается Южной Кореи то при населении в 20 миллионов человек в армии было всего 98 тысяч бойцов из которых только 65 тысяч в боевых частях и у них не было ни одного танка несколько раз просили американцев их предоставить но те не давали и авиация состояла из 22 очень старых самолетов таких типа этажерка на которых в основном учили пилотов они в общем были практически не боевые строго говоря вооружены были они в основном стрелковым оружием и имели опыт прежде всего борьбы с партизанами а не с крупными формированиями противника вот в таком виде мы с вами подходим к непосредственно началу Корейской войны ну а как она развивалась мы с вами поговорим в следующий раз а сейчас я буду рад ответить на вопросы если они появились нет не появились давайте здравствуйте большое спасибо за лекция у меня первый вопрос по поводу вот этих первых лет жизни КНР вы сказали что во время земельной реформы ну очевидно было непросто жить людям особенно вот тем которых унижали а что в это время было в городах была ли жизнь безопасна или там свои какие-то процессы происходили ну видите это было время в любом случае очень тяжелой жизни потому что собственно страна в несколько десятилетий воевала и понятно что экономика была ну такая ее даже трудно было назвать экономикой города в этой ситуации обычно живут хуже чем деревня потому что просто банально там проблем перебои с продовольствием но именно вот эти такие напряженность классовой борьбы назовем это так видимо в городах была несколько меньше представлена хотя все равно мы знаем о том что когда Нуак занимала крупные города то там потом там проходили какие-то массовые расстрелы и так далее но это довольно быстро проходило причем ну вот не было я так понимаю не это не было такой стихии то есть это вот спецслужбы армия они кого-то ликвидировали и значит вроде как так и надо поэтому вот такого хаоса линчевания в городах практически не происходило или по крайней мере это было не так выражено как в не так выражено как в деревне поэтому это было больше похоже на нормальную жизнь и там как раз видимо даже чувствовался определенный энтузиазм потому что там восстанавливались строились заводы там закладывались очень много всяких новых объектов потому что Советского Союза приходили иногда целые заводы там значит огромные там не всегда нужные но тогда это так или иначе под них нам было срочно строить какие-то здания что-то переводить то есть там действительно кипела такая работа которая ну многим позволяла ну закрывать глаза на какие-то недостатки да может было видно что действительно очень большая работа в сторону какого-то развития государства поэтому собственно видимо мы имеем вот такой отпечаток этого времени во всяких воспоминаниях потому что это конечно как раз воспоминания всяких горожан интеллигентов которые были в такой некой эйфории что вот наконец-то мы теперь значит можем строить свое государство видимо в городах все-таки жизнь была несколько более позитивной чем чем в деревне а было ли ожидание вот у интеллигенции что все-таки наступит вот условно новая демократия или же это был была поддержка вот одной партии только ну знаете это надо смотреть конечно воспоминания я так понимаю что прежде всего очень многие радовались это такое было главная идея была в том что наконец закончилась война да так сказать и такая и гражданская и что бы ни было оно будет лучше чем было да то есть тут действительно Китай прошел через такое в предыдущие годы что в общем тут действительно хуже трудно было себя представить поэтому поводы для оптимизма в общем были что касается того как люди видели такую реализацию да того как это все будет происходить то я не знаю насколько люди вообще сами себе отдавали отчет было понятно что сейчас как-то это само сформируется но учитывая что все-таки в Китае не было опыта такой вот однопартийной диктатуры потому что гомендановская власть была авторитарной но она по крайней мере говорила что это ненадолго да что сейчас мы там пока война нужен порядок а потом все у вас будет и выборы и парламент и выбор в парламент были да я думаю что многие в принципе считали что это конечно будет действительно что-то такое более-менее коалиционное потому что ну просто у них не было опыта проживания в такой вот жесткой однопартийной диктатуре которая в итоге получилась и мы с вами в следующий раз будем говорить про то что на самом деле даже в верхушке партии были в общем идеи что нужно значит слушать что хочет народ нужно как-то консультироваться нельзя замыкаться внутри то есть в общем идея таких каких-то если не коалиционности то по крайней мере учете каких-то разных мнений она в общем даже в самой верхушке партии была довольно довольно распространена поэтому вот в 50-е годы мы с вами про это поговорим там было несколько таких компаний которые как раз в такую если ну в эту сторону предполагали развитие государства поэтому я думаю что среди интеллигенции действительно действительно это была распространенная такая надежда спасибо еще вопрос вот по поводу соглашения между КНР и делегацией из ЛХАС вы говорили вот что очень ну пытались найти оправдание чтобы его не заключать мне просто не совсем понятно а почему нельзя было отказать то есть это была угроза личная или ну я думаю что это было насколько я читал всякие их воспоминания с одной стороны естественно на них ну во-первых они были практически все представители этой делегации впервые оказались в большом городе да они оказались совершенно иной ситуацией даже в ином климате да поэтому конечно они были дезориентированы абсолютно они так сказать приехали практически с средневекового мира где там был один автомобиль у Далай-Ламы да и тот не работал а тут значит вокруг что-то происходит какая-то значит яркие краски и так далее уже этого было более чем достаточно но в дальнейшем да с одной стороны на них давили лично значит а с другой стороны им объясняли что если они это не подпишут то будет война и соответственно они значит поставят свою страну под угрозу они своему прянству приведут к тому что Тибет будет завоеван и соответственно это было даже наверное еще более сложно для них то есть они не имея возможности проконсультироваться с Лхасой и получить от правительства однозначное значит однозначное да или нет которое бы сняло с них всякую активность всякую значит ответственность да они были вынуждены вот принять это решение сами и вот в условиях когда им говорили что если они откажутся то мир будет невозможен ну и конечно вот очень врагу не пожелаешь такой ситуации поэтому у них практически не было возможности для маневра они использовали их в общем все понятно спасибо а последний вопрос вот это предвоенное время в Северной и Южной Корее можно ли сказать что на этом этапе общество жило приблизительно одинаково и там и там или еще уже нет ну там традиционно Южная Корея была побогаче чем Северная там были крупные города там было больше всякой промышленности но в целом на тот момент я так понимаю принципиальной разницы не было то есть если мы будем сравнивать там крестьян с северокорейскими с крестьянами южнокорейскими то за исключением там каких-то климатических небольших разниц которые давали какие-то преимущества южанам там в общем плюс-минус уровень жизни был был в общем схожий насколько я понимаю то есть ничего ничего подобного тому что сейчас не было конечно что у 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 Продолжение следует...